МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте! Я и мои коллеги ознакомим вас с последними наиболее значимыми событиями. Вначале коротко о главном. Переходи по ссылке, активируй код и получи подарок. Что кроется под таким сюрпризом, смотрите через минуту. Белоголовый сип, бородач и другие редкие животные на грани исчезновения. Талгинское ущелье в Дагестане разрушается. Более подробно в выпуске. Сила воли, энергия и дух. Работа во благо в преклонном возрасте сложна, но возможно. О пожилом герое расскажем далее. Нелегальный бизнес. Сотрудники УФСБ России по Дагестану ликвидировали канал незаконной миграции граждан Ближнего Востока в страны Евросоюза через Россию. Для этого была создана преступная группа, в которую входили жители нашей республики Саида Гасанова и Амар Хадри. Они через мессенджеры искали клиентов, обсуждали условия проезда через Россию и размер оплаты. Затем оформляли документы для мигрантов и организовывали их прибытие в аэропорт Махачкалы. После чего иностранцы передавались другим членам группы, которые занимались их переправкой в страны Евросоюза. Советский районный суд города Махачкалы признал Гасанову и Хадри виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом о части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса России. И приговорил их к лишению свободы сроком на 4 года условно, с испытательным сроком на 3 года, а также к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу. Перейдешь по ссылке – будешь взломан. В последнее время участились случаи, когда дагестанцев и других пользователей Телеграма пытаются обмануть мошенники. Они отправляют сообщения от имени знакомых контактов с предложением получить подарок в виде Телеграм-премиум. Чтобы активировать сюрприз, предлагают перейти по ссылке и авторизоваться. Если ввести свои данные, аккаунт будет взломан, а аферисты получат доступ к личной информации. Подобные случаи мошенничества встречаются не впервые. Однако, чтобы обезопасить себя от этого, нужно соблюдать несколько простых правил, отмечают эксперты. Распознать фейковое сообщение можно по наличию самой ссылки. Уведомление о настоящем подарке не содержит ссылок, его нельзя пересылать. На просторах интернета можно найти те или иные ресурсы, с помощью которых можно записать эту короткую ссылку, и она вам выдаст полную и настоящую свою ссылку, где можно определить на тот или иной домен, в который ведет сама ссылка. Настоящее же сообщение от площадки сопровождается анимированной подарочной коробкой от самого Телеграма. Талгинское ущелье в Дагестане разрушается из-за нелегальной добычи песчано-гравийной смеси. Уникальная природа, где обитают редкие виды животных, таких как сибилоголовый и бородач, подвергается уничтожению. Я думаю, что здесь будет образован все-таки нормальный ОПТ, функционирующий, соответствующий с охраной. Все это уберется наконец-таки отсюда. Может быть, просто как-то сама со временем восстановите зияющие раны, которые нанесли эти товарищи. Приезжали мы месяц назад, не было еще этого. Сейчас буквально все уничтожается. Видимо, узнали, что будет создаваться ОПТ, режим охраны будет введен все-таки. И прямо такая интенсивность. Я вообще удивляюсь. Разработка карьеров, к сожалению, по сей день продолжается и активно продолжается. И придание статуса ОПТ наконец-таки прекратит незаконная деятельность карьеров. Мы будем держать решение вопроса на контроле. После многократных обращений Народного фронта Минприрода решила присвоить ущелью статус особо охраняемой территории. Экологи предупреждают, что без срочных мер экосистема может быть утрачена навсегда. Жизнь, посвященная служению. Дедушка Рапи вот уже 15 лет и бескорыстно трудится для благоустройства в мечети, строя заборы и ухаживая за садом. В свои 75 лет он продолжает работать с неутомимой энергией. Подробнее в сюжете Мухтара Курахмаева. Мухтара Курахмаева. Работаю муадзином, залхозом. Все, что надо делать в мечети, огородные работы, все выполняют здесь. Люди тоже помогают. Мечет построил покойный Мухаммад, Магомед. Мы его дальше продолжили. С тех самых пор дедушка работает, не покладая рук. Строит заборы, обновляет стены, старается, чтобы мечети и его фасад оставались в наилучшем состоянии. Когда-то болотистая местность возле мечети тяжелым трудом дедушки Рапи и местных жителей обрела плодотворное состояние. Сейчас на этом месте красивый и золотистый сад. Ворота у входа в мечеть, забор вокруг нее. Все это дело золотых рук Рапи, которые не боятся труда. Дедушка решил, что не стоит отдавать большие деньги за все то, что он сам может изготовить. Эти ворота он соорудил у себя в мастерской, которая находится в двух шагах от мечети. Аллах дал мне такую возможность. Я и сварку могу делать, и штукатурку могу делать, и капель могу ложить. Все, все, все могу сделать. Когда я дома был, такие вещи не делал. А сюда перешел, все смог сделать. С помощью Аллаха все могу делать. До перехода в мечеть Рапи работал дома, занимался автомобилями. После посещения святых земель Мекки и Медины он решил полностью посвятить себя богослужению. После этого я решил бросить все, перейти. И дело в том, что у меня трое детей, они уже обеспечены были. И я для них уже не нужен был. Каждый работает, своя семья. Еще в самом начале, когда дедушка начинал работу, он полностью отказался от зарплаты. Деньги, которые он получает за оказанные услуги, вкладываются обратно в мечеть. На них Рапи покупает все необходимое для продолжения работы. Я на зарплаты не работаю. Я мою жану здесь. Эти деньги тоже оставляю в мечети. Спонсоров, конечно, у нас нету. Понемножку люди помогают. Вот этот цех я строю там, уже почти закончил строить. Я делаю дворовые, дачные столы, кованые. Вот это тоже для мечети, пользу мечети продаем. Физические способности дедушки удивляют. Несмотря на его уважительный возраст, спортивные навыки сохранились. Как сказал сам Рапи, в молодости он был спортсменом. Дедушка говорит, что ничего не желает. Однако от его родственников и знакомых мы узнали, что он очень сильно мечтает снова поехать в хадж. Думаю, еще, иншаллах, продолжим работать. Еще 75 лет. Посетить маджлис и выиграть путевку на Малый хадж. В Махачкале в мечети имени шейха Али Хаджи из Кулицма прошел вечер нравственности. Перед прихожанами выступили богословы и представители Муфтията Дагестана. Темы лекций были посвящены духовно-нравственным ценностям и важности следования за учеными. Мероприятие сопровождалось чтением Корана и исполнением нашидов. Кульминацией вечера стал розыгрыш поездки на Умра. Мы должны чуть-чуть критически воспринимать информацию, мы должны быть бдительными. Если вы хотите докопаться до истины, то ходите до имамам, подойдите к имамам, подойдите к алимамам. Скажи, брат, разъясни мне, объясни, расскажи, без предвзятостей, без каких-либо там, я не знаю, я этого люблю, я того люблю. Дойдите до истины. И к новостям спорта. Дагестанские теннисисты стали третьими на домашнем первенстве СКФО. Итоги турнира среди спортсменов до 14 лет подвели накануне в Махачкале. Соревнования во дворце спорта при стадионе Труд собрали около 100 мастеров малой ракетки из 12 команд. Четкость движений, скорость и реакция. Центральным матчем дня стал финал среди юношей. Здесь лидер хозяев площадки Хабиба Ахмедов в упорном матче уступил Андрею Бураку из Весентуков. В остальных дисциплинах дагестанцы остались за чертой призеров. Лидерство в командном зачете взяли представители Ставропольского края. В нашей республике все-таки приоритетом развития является единоборство, футбол. Но, несмотря на это, теннис у нас занимает уже свою нишу. И в этом году наши ребята дагестанцы заняли третье место в команде. А лидер команды Ахмедов Хабиб в личном драматическом финале занял второе место. Немножко уступил. Но и четвертое место тоже у нас. По результатам этих соревнований по две лучшие команды среди мальчиков и среди девочек будут выступать уже на финальном этапе в городе Сочи, которые пройдут в конце года. Футболисты «Динамо» сыграют в Сочи с одноименным клубом. Встреча команд пройдет в рамках Кубка России. Победитель этого поединка в следующем раунде получат соперники команду, проигравшую в четверть финале пути РПЛ. Напомним, что «Махачкалинская Динамо» заняла третье место на групповом этапе Кубка и продолжает борьбу за трофей через путь регионов. Игра пройдет завтра, 27 ноября. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Хороших новостей и до новых встреч.